Ну а мы продолжаем и продолжаем. Здесь небольшая перестановка, вот они сделали. Вот, значит, это знаменитая Toyota Celica. Которых очень мало осталось, на самом деле, даже в Японии. Стоит 780 тысяч йен, пробег 86 тысяч километров. Ну, тоже неплохое еще состояние, внутри салона, в принципе, достаточно все новенькое, так выглядит сиденье спортивное. Диски АВБ, а не АВС, хромированные. Ну, норм. ТРД. Да, хороший аппарат. Так, ну, также здесь стоят Sylvia. Ну, это уже, тоже, не стоковая версия, тоже глушитель огромный у него там. На дисках хороших. С низкопрофильной резиной. В принципе, да. Так, ну, дальше вот там уже идут эти RX-7, так, Supra RX-7, сейчас попробую куда-нибудь туда пройти, вот, после перестановки. Что-то не очень удобно стало ходить здесь теперь. Все вплотную. Там, GTO, тоже хороший аппарат. Mitsubishi GTO. Тоже диски у меня такие хорошие. Хорошие. Салон такой, со спортивными сиденьями. MR. Вот так вот сзади выглядит. В принципе, нормальный аппарат. Для дрифта подойдет. Вот тоже одна из редких машин. Это у нас Honda MR-S. 580 тысяч стоит. Всего лишь. 90 тысяч пробега. Тоже маленькая, такой, типа, родстера. Японская AK. Шучу, конечно. Тоже вот хорошая машина. MX-5. Уже на неплохие такие диски у нее стоят. Yikogama резина там. Миллион триста восемьдесят. Пробег сорок четыре тысячи километров. Вот S2000. Тоже классная модель. Обе идут с откидными крышами. С трепочными. Ну, с этой начнем. Тоже здесь внешний обвес стоит небольшой. Два миллиона девятьсот тридцать тысяч Yen стоит. У нее там стоит этот компьютер внутри настройки. То есть там можно прям по ходу движения можно менять эти себе там разные режимы. Очень удобная штука вот такая вот. Так. Также вот здесь у нее сколько? Двадцать четыре тысячи пробега. Ну, немного. Кстати, тоже полный фарш. Там всякие навороты в ней стоят. Я перечислять не буду. Тут, блин, дофига слишком. Вот S2000 тоже. Honda 3 миллиона восемьсот восемьсот уже стоит. Пробег тридцать одна тысяча километров. Ну, чуть больше пробег, но, видимо, более, скажем так, меньше износы и более качественные, так скажем, детали использованы на воротах. Кот прошелся. Время дождя. Honda CRZ гибрид. Тоже неплохой полет, даже в стоковом варианте, в принципе. Очень экономичный. Миллион стоит 11 тысяч пробега. то есть почти новая. То есть, да, напомню, в Японии пробег не скручивает. То есть, это, скажем так, здесь наказывается очень сильно законом. Если, не дай бог, там кто-то что-то скрутил. Вот. Далее. Так, ну, надо сейчас туда пройти. RX-7. Да, вот. Тоже легендарная машина Mazda RX-7. Тоже используется. много где в разных видах гонок. Тут, в том числе, и стрит-гонки. Там тоже спортивные сидения. Так, ценника на нее нету. Вот так вот выглядит. диски стандартные. Обвеса нет никакого. Скорее всего, только внутри улучшено. вот так же родстер MX-5 от Mazda. Ну, здесь уже более как бы внутри там улучшено. То есть, там телевизор мультимедийная система какая-то наручное спортивное сидение. Что-то там камера стоит, что ли, внутри. На панельке приборов там камера стоит. На водилу направлено. Супра, кстати, тоже вот. Вот Супра стоит. Тоже хорошая, правда, достаточно редкая модель. Вообще, даже в Японии, то есть, Toyota Супра тоже там дополнительные у нее приборы стоят. Ну, какие навороты здесь не видно. Вот, с виду вроде как сток, но, хотя, по факту, то есть, она, далеко не сток. То есть, стоковые машины в этом автосалоне не продают. Вот, то есть, сидения спортивные стоят, то есть, не зря там. Вот, уже RX-7 Mazda. На диске вот проживели уже, видимо, давно стоит. Вот, либо на ней вообще не любит, не любит тормозить. То есть, салон тоже спортивный. Там всякие доп-приборчики стоят. То есть, цена 4 миллиона 380 тысяч иен. Ну, это, в принципе, дороговато, конечно, за 46 тысяч пробега. Но, в зависимости от того, еще чего не под капотом. То есть, да, такой небольшой обвес такой самопальный. где-то что-то купил чувак. По-дешевке. Да, самопальный обвес в Японии тоже используется. Да, очень популярный. Так. Вот, то есть, здесь уже находится уже супра. только что пригнали, новая тоже. Из Нарима тоже. Там дополнительный датчик. Видимо, надува турбины стоит. Цены нет пока. Вот, еще одна супра там на мойке стоит. И здесь стоят эти GTR-ы уже. Сейчас немного пройдемся, поснимаем, что же здесь за GTR-ы. В принципе, вот, хороший вариант, недорогой. Значит, стоит 980 тысяч иен. На рубли переводить это сейчас пополам где-то ровно, где-то 60 рублей за 100 иен, да. Получается, значит, около примерно 500-600 тысяч стоит. Пробег 100 тысяч километров. Так, ну, всякие вот тоже здесь стоят. их значит, тоже HKS этот набор это турбонабор, то есть идет для спортивной машины, то есть там какие-то болтики лежат. В Японии продается китами, то есть кит набор там турбированный типа там супер чардж или там какой-нибудь HKS вот эти например, или разные другие там производители Nismo там есть там турбомоторы тоже собирает и люди покупают уже готовый кит набор, а потом едут в какой-нибудь сервис и им там их устанавливают либо сами устанавливают. То есть немного покосанная в принципе машина на белых дисках. Вот, но выглядит неплохо. такая вот GTR вот Supra а салон у него классный конечно мне нравится определенно дизайн так неплохо все выглядит все для водителя как говорится тоже нет цены пока тут пока вот пылесосит убирает хромирован хромированный диск там наверное 17 ну скорее всего может 18 не знаю но здесь они хоть тоже ставят GTR по-моему да ключи вот лежат у них мастерство миллион 680 пробегом 169 тысяч миллиметров ну внутри вроде как такой стоковый выглядит как сток вот так вот она выглядит Skyline GTR глушитель явно нестандартный значит что-то улучшено нестандартный есть детали вот тоже GTR неплохая спортивные сиденья там стоят тек с 2 2 2 3 4 5 6 7